Новый виток для сточных вод. Совсем скоро они после очистки и перед сбросом в Волгу будут заходить на ультрафиолетовую станцию обеззараживания, строительство которой подходит к концу. Сейчас подрядчики возвели фундамент самой станции, подготовили место, где будет располагаться оборудование. Заканчивают и монтаж бетонных каналов повышенной прочности для сточных вод. Толщина стен здесь от 60 до 70 сантиметров. Это нужно, чтобы постоянный поток воды не размыл их. Бетон с специальными добавками, которые опять же заложены проектом, мы все делаем по проекту. Это особо емкие работы, которые на этом, на всем будет стоять вся станция, на этом она будет держаться. И через нее будет проходить очищенная вода. Новая ультрафиолетовая станция обеззараживания сделает сбрасываемую воду в Волгу еще чище. Это также позволит полностью исключить из процесса очистку воды хлороактивными элементами, которые в большом количестве имеют влияние на флору реки. Пропускная способность городских очистных сооружений, которые собирают стоки со всего города, не изменится. Больше 35 тысяч кубометров воды в час. С возможностью увеличения до 52 тысяч кубометров. Все работы выполняют в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по национальному проекту «Экология» на федеральные, областные и городские средства. Работа продолжается. Я думаю, что та задача, которая стоит, поставлена губернатором и президентом Российской Федерации по реализации этого национального проекта по городу Самаре, будет выполнена. Работы по строительству станции начались в середине мая этого года. Основной объем уже выполнен. На следующей неделе подрядчики приступят к монтажу основного оборудования. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.